приветствую всех и предлагаю вместе со мной сегодня сделать вот такой воротничок воротничок назвала в цветах потому что тут очень много цветочков и таких кружевных узоров будем делать такой воротничок из белой ткани почему потому что именно белые воротнички особенно в моде и подойдут практически под любое платье сразу скажу это половина часть воротника здесь вот его половина отмечена и она якобы идет дальше продолжением но я предлагаю сделать этот воротничок состоящий из двух отдельных частей то есть мы его закончим вот в этом вот здесь не так прямо резко просто вот так вот пройдясь именно вот по узору и далее то есть это будет две отдельные части воротника почему именно так предлагаю сделать потому что вырезаю разных платьев разные и именно сделать воротничок под определенное платье это надо иметь размер полностью горловины этот воротничок даже если он где-то получить поменьше или чуть побольше будет заходить допустим на спинку так как он у нас кружевной и мы его сделаем именно с кружавчиками и справа и слева то он будет смотреться очень хорошо и если он будет немножко ниже и если он будет немножко заходить на спинку и так работаем на подсветке с подсветка у меня уже включена работаем выжигателем по коже он у меня уже практически нагрелся вот он так у меня заточенным наконечником и значит кроме у меня вот одной лампы у меня здесь еще вторая лампа горит чтобы вы хорошо видели и так будем делать всю работу из трех тканей первая у нас нижняя это подкладочная ткань подкладочный белый шелк вот я вырезала кусочек который по размеру больше чем наша выкройка чем наша схема нашего воротника он то есть подкладочный шелк будет нижняя часть средняя часть у нас будет из прозрачного прозрачного прозрачные органцы вот тоже у меня кусочек органцы для чего я использую органцу она очень хорошо связывает ткань и ткань очень хорошо прорезается и поэтому его желательно тоже использовать кроме этого она придает жесткость нашему воротничку что нам немаловажно здесь ему не надо ни желатинит не не крахмалить он у нас уже будет с вами такой хороший а плотный и в качестве верхней части я использую белый атлас это у меня креп атлас вот таким образом то есть у нас все три ткани мы кладем на нашу схемку и вот как она у нас есть мы берем выжигатель и а вот чтобы не ерзала ткань мы ее в некоторых местах просто с вами закрепим вот чуть-чуть приварим буквально чуть-чуть чтобы она у нас не ерзала такими штришками где-нибудь вне схемки мы ее вот так вот закрепим все теперь можно начать работать давайте начнем работать именно с задней части именно вот в той части где мы и отрежем наш наш воротничок так как нам надо вот таким образом а вот и полностью все будем выжигать и вот этот вот кругляшочек я не рекомендую выжигать он будет просто ни туда ни сюда моего просто вот так вот такой волнистой линии обогнем и пойдем дальше то есть выжигаем по внешней части сначала с одной стороны делаем это достаточно быстро ткань хорошо прожигается главное чтобы ваш выжигатель был нагрет вот и ткань чтобы хорошо была отглажена это тоже немаловажно теперь что касается сейчас вот наших цветочков чтобы уже не не молчать цветочки я тоже рекомендую сделать белые если это идет на какое-то определенное платье там черный например очень хорошо такие воротнички смотрятся с маленьким черным платьем просто изумительно красиво это очень модно с синими платьями зелеными платьями однотонные какие-то платья с белым воротником вот и но можно в принципе сделать эти цветочки и цветными если это конкретно идет какому-то допустим синему платью можно эти воротнички эти цветочки сделать отдельно синими в том платье вот но если вы хотите чтобы это у вас подошло ко всем вашим нарядам то лучше делать одноцветное белое это просто я так сказать мой совет вам и так с одной стороны мы вышли вот осталось у нас тут по горловине только выжечь я советую просто сделать прямую без всяких вот волнистых линий почему потому что сам воротничок он очень ажурный и он не требует вот именно в районе горловины какой-то там дополнительный декор здесь все достаточно хорошо вот видите все по основанию мы с вами вышли теперь аккуратненько берем и снимаем с основу вот что у нас получилось это все он пока немножко в сторонку убираем и начинаем вырезать все во все внутри брит здесь нет здесь просто обычные вырезы это вырезная вещь и в принципе мне нравится работать с такими вырезами без брит это легче хочу сказать вот сейчас я вам сразу покажу вырезаем то что внутри вот таким образом и в принципе я пока не рекомендую вот это вот все внутренность выбирать если вам конечно выбирать вот внутренности можно тогда когда это хорошо видно где не вырезали вдруг вдруг что-то вы оставили и когда вы все вынуто сразу видно но сейчас начало начну выбирать а потом просто экономится время больше когда вообще ничего не трогаешь просто вырезаешь и все так вот можно сказать как тупо вырезаешь ты больше ничего не трогаем здесь главное вот немножко так как у нас здесь три ткани то вот у меня ткань немножечко некоторых местах топорщик не смотря на то что она в общем то у меня отглаженная поэтому здесь вот аккуратнее будьте расправляя ткань и сильно вот паяльник ну как сказать не то что не старайтесь а просто старайтесь делать более смелыми смелые такие линии чтобы получилось более аккуратнее чем смелее линии тем аккуратнее у нас получается но это вот тоже проверено очень красивый рисунок мне мне так понравился этот рисунок что я решила что такой воротничок можно будет подойдет как и взрослой женщине так и подростку так и ребенку и вот эти цветочки милые очень миленькие такие вот эти вот кружи кружавчики можно сказать вне возраста вырезается все быстро единственное что пока я вам не советую вырезать вот здесь вот срединки мы потом посмотрим как это получится у нас когда мы снимем наш воротничок со схемы и посмотрим как он смотрится возможно мы еще отдельно вырежем с вами цветы и приварим она чтобы придать объем здесь вот еще мешает чтобы придать объем нашему воротнику возможно этого делать не будем опять же видите вот одна схема а тут все зависит от мастера скажем вот вы как мастер сами решаете что лучше сделать что вам больше подойдет и делайте можно вот простец ком варианте в таком варианте как допустим вот сейчас у нас да вообще вот это вот ничего не трогать просто обработать все играть не готов а можно более вот так немножко усложнить это сделать дополнительно да дополнительно сюда придать объем это все зависит от вас и поэтому если вы я тем более сделайте разные разные цвета там и добавите делайте допустим розовые какие-нибудь цветочки вас совершенно другой будет воротника кстати тоже это советую потому что если это для детей для деток то деткам конечно лучше можно даже сделать вообще разноцветные цветы и красные и желтые может быть и синие пробуйте это очень интересно именно этот воротничок будет очень тогда нарядный но тогда в принципе можно и сам воротничок не на белом делать а например на каком-то зеленом да ну опять же на светлым зеленом на светлых тканях чтобы наша выкройка так как мы ее так как мы делаем все в подсветке чтобы эта схемка у нас просвечивала через ткань сильно темные ткани здесь не подойдут вытаскиваю всегда воротнички надо делать минимум минимум из двух слоев здесь не забывайте у нас целых три слоя поэтому вот ткань и ведь немножко есть топорщица обращайте на это тоже внимание это дополнительные хлопоты но вот старайтесь выжигать чтобы вот поверхность танки вы ждете выжига была ровненькая не не топорщилась посмотрите сколько времени прошло совсем немного а мы с вами уже сделали практически вот весь воротничок прошли поэтому я очень люблю гелиширование если это было бы просто вышивка решили вы бы здесь потратили очень много времени сразу скажу вот подходим к концу уже заключительные моменты осталось всего несколько вырезов внутри сделать половину воротничка у нас готова у нас тут еще есть кружочки вот еще надо сказать про это эти кружочки скорее всего мы будем делать объемными сейчас я вам покажу как это делается вот так вот все мы все вырезали я теперь сейчас положу а свой выжигатель поставлю сниму нашу выкройку воротничок с выкройку со схемы и покажу как он выглядит так секунду вот как он выглядит у нас без схемы схемку пока вот смотрите тут немножко вот почищу таким образом все что лишнее это надо вытянуть вот схема у нас получилось ой схема говорю в отмечок у нас получился такой ну видно что он интересные но он еще не обработанный да вот поэтому я все-таки рекомендую вот там где у нас кружочки вырезать отдельно кружочки и наклеить их смысле приварить их к нашему к нашей части то есть это у нас еще не готовая часть нашего воротничка мы его откладываем стороночку пока берем вот то часть которую мы уже вырезали с вами до этого сейчас секундочку я ее возьму только вот чуть-чуть и все и буду вырезать вот эти кругляшки но центр пока вырезать не буду кстати давайте вырежем сразу еще и цветочки будет намного интереснее и мы их будем приваривать прям сразу потом чтобы наш воротничок стал более объемным то есть берем цветочек так раз уж я делаю тут вам мастер-класс я полностью сделаю его посложнее да не так как как можно было сделать в облегченном варианте все-таки сделала посложнее то есть вот эти наши цветочки будут также состоять из трех слоев ткани так видите как это быстро делается и в общем то абсолютно не затратно в данном случае вариант так с этой стороны все готовы теперь кругляшочки остались так поэкономим немножко ткани вырезаем кругляшок чуть большего размера в том плане что не большего размера а мы вот внутренние карандаш вот оставляем внутри а видео все вот так по внешней части видите вот так теперь здесь cv а три четыре пять шесть четыре пять теперь вот эту часть делаем и полностью доканчиваем наш нашу первую часть партнечка